Приветствую, друзья! С вами ваш Невермор, и у меня для вас замечательные новости! Почти сегодня, но немножечко завтра, 2 сентября, состоится релиз новой игры в жанре RPG под названием Pathfinder – Wrath of the Righteous. Да-да, мы уже смотрели её ранние и поздние беты на стримах, но сейчас маленько обобщим, а чем же она так хороша. Ну и для начала, если кто не знал, то разработчиком выступает наша отечественная студия All Cat Games, так что не скудила земля русская талантами, и можем мы ещё свой контент делать. Конечно, многие любители жанра RPG уже знакомы с их предыдущим творением, тоже из серии Pathfinder, но под названием Kingmaker. И да, кто-то вспомнит, что там были маленькие вопросы на релизе, но кто из нас не киберпанк в свои ранние годы? Зато сейчас Kingmaker держит уверенный рейтинг 77 на метакритике, при том, что у близкого по жанру Baldur's Gate 78, а у того же Diablo чуть больше 80. Неудивительно, ведь тогда игру оперативно допилили несколькими интересными DLC и лёгким ребалансом, так что компания Гнева Праведных на Кикстартере уверенно собрала 2 миллиона на разработку, при том, что планочка заявлялась 300 тысяч. Кроме того, опыт Kingmaker студия All Cat Games учла, поэтому новые игры в Rise of the Righteous уже прошли и альфа- и бета-тесты. Да что я вам говорю, мы с вами сами на стримах это наблюдали и видели, как качество игры улучшается с каждым обновлением. Так что давайте разберёмся, а что же изменилось со времён Kingmaker. Для начала, Rise of the Righteous это не продолжение Kingmaker, а самостоятельная история, которую авторы рассказывают нам в том же фэнтезийном мире, но какое-то время спустя. События предыдущей игры иногда упоминаются, да и среди персонажей можно отыскать знакомые имена и лица, но на этом сюжетная связь между двумя частями и заканчивается. Ну конечно мы немножко отвлеклись, ведь театр начинается с вешалки, а RPG игра начинается с создания персонажа. В этом плане Rise of the Righteous будет побогаче своего предшественника, я вам скажу. Здесь разработчики развернулись и добавили несколько дополнительных рас, 10 новых классов, множество архетипов и возможность выбирать своему персонажу, и страну происхождения, и сословий, и многое-многое-многое ещё. Короче, в редакторе можно зависнуть надолго, но конечно же в хорошем смысле слова. Что же касается базового геймплея, то он довольно похож на предыдущую игру. Основой как раньше будет олдскульная партия из шести приключенцев, которые путешествуют по миру. В общем такая себе классическая ламповая система олдскульной Дэндэхи. Но вот на некоторых детальках мы всё-таки остановимся. И для начала это баланс. Да, тот самый бич многих игр, которая не всегда нравится игрокам. Но вы не переживайте, здесь такой проблемы нет. Хорошая команда разработчиков и несколько бета-тестов позволили вылезать баланс очень качественно. Так что вы смело можете выбирать подходящую вам сложность, а их тут на минуточку довольно много, и вырываться приключением. Кстати, из первого вытекает сразу и второй момент, а именно пошаговые бои. И да, сейчас они есть и в кингмейкеры, но туда их добавили после релиза. А вот в Rest of the Righteous пошаговый режим включён по умолчанию. Причём переключаться между ним и реальным временем можно прямо посреди боя. Ну а в результате получается дополнительная глубина геймплея и много новых возможностей. Например, можно начать сражение в реальном времени, но если ордища врагов набегает и кажется слишком сложной, то никто не запрещает нажать пробельчик и переключиться на более тактический пошаговый бой. Тут даже немножко вспоминается такой родной Арканум, где тоже было что-то подобное. Ну и третьим заметным изменением, конечно же, является графоний. Ребята из Zoolcat заметно улучшили интерфейс, изменили дизайн карт и добавили многоуровневые локации. Особенно заметна проработанность на открытых городских пространствах. Тут видно, что каждый домик и камешек вписывался с любовью, а не через Ctrl-C и Ctrl-V, чем грешат многие современные игры. К тому же, значительно расширились наши возможности на привалах. Теперь во время отдыха у костра можно варить и зелюшка, и свиточки писать тоже. Или как вам возможность случайно подхватить порчу бездны. А это, заметьте, сильно ударит по характеристикам героев. Так что вот так вот ненавязчиво сюжет на нас мотивирует ночевать в безопасных лагерях, где есть защита. И о сюжете тоже стоит поговорить. В том же Кингмейкере мы были исследователями и строителями нового королевства. Мы пытались победить древнее проклятие. Такое себе классическое приключенческое фэнтези. Rest of the Righteous это тоже фэнтези, но скорее более эпическое. И настроение у игры немножко поменялось. По сюжету, сто лет назад на землях Галариона разверлась мировая язва. Такая себе дверь преисподнюю, через которую в реальный мир хлынули орды демонов. Конечно, несколько соседних государств объединились и организовали крестовый поход, чтобы отбросить монстров и таким образом залечить мир, но как обычно все пошло не по плану. Сперва был первый крестовый поход, за ним второй, за ним третий, а потом был еще и четвертый. Ну а пятому посвящена сама игра. Идя по сюжету мы понимаем, что идеалы крестоносного движения за много лет, скажем так, немножко поменялись. Тут даже отдают небольшой аллюзии на мир Вархаммера с его очком ужаса, демонами и империум, который уже не торт. Но дабы не спойлерить, мы затронем только малую завязку сюжета. Начинается в росте взраще с того, что во время праздника в маленьком прикраничном городке Кеннабрис внезапно налетает орда демонов во главе с их полководцем мегадемонищем Дескари. Он хладнокровно убивает хранительницу города, серебряную драконницу Теренделев и разрубает свой косой город от края до края. Сам он уходит, но его войско полководников и демонов остаются, чтобы закончить начатое. Ну а наш главный герой летит в пропасть, где и начинается сама игра. Кстати, это тоже довольно символичный ход для жанра РПГ, ведь здесь герой действительно начинает с самого низа и с самого донышка. Это потом уже мы пробираемся через подземелье, знакомимся со множеством занятных персонажей и заодно обзаводимся силой ангела. Чуть позже происходит и битва за город, после которой мы внезапно становимся командиром Пятого Крестового Похода, но здесь же спойлерить опять же не будем, это нужно играть и наслаждаться процессом. Единственное сюжетное нововведение, на котором мы остановимся, это мифические пути. Их всего 9 и их уровень считается отдельно, ну а прокачиваются они, когда герой двигается по сюжету дальше. И самое главное, что отличаются они друг от друга довольно серьезно и опять же серьезно влияет на историю. Конечно, чтобы выбрать мифический путь, для начала нужно понять, а где он начинается, а затем дойти до определенного сюжетного места, ну вот начало-то может быть где угодно. Один путь начнется в процессе квеста, а вот другой, допустим, мы можем встретить просто исследуя мир и копаясь в сундуках, ну и так далее. Так что еще и реиграбельность у гнева праведных будет довольно высокая. Само собой, дают нам мифические пути очень многое. Вот вы, например, хотели стать личом, мертью там повелевать, нежить, воскрешать и тому подобное. Так вот, здесь это тоже можно. Или, допустим, маленького веселого волшебного дракончика в компаньоны. Причем дракончик неплохой себе тайщер. И, пожалуйста, становитесь азатой и все у вас будет. Конечно же, выбор мифического пути будет серьезно влиять и на развитие истории в диалогах. Ну а спутники наши тоже не обделены вниманием. Правда, отдельных мифических классов им не полагается, и они все будут просто мифическими компаньонами. Но вот умений в прокачке им тоже подбросят. Да, и о спутниках это просто отдельная история. Я пока что узнал о 13, и у каждого из них своя уникальная прописная жизни мотивация. Ну вот, например, Мангрел Лан, с которым мы встречаемся в самом начале. Он прожил всю жизнь в подземельях, и к нам присоединяется только потому, что мы даем ему жизни что-то новое. А вот кого-то, вроде того же Вольжифа или Арушалай, мы вытащим из темницы. Хотя при этом обстоятельства пленения у них будут совершенно разные. Есть, опять же, кто-то как Дейрон, который сам решает пойти с нами, но только потому, что хочет выбраться из разрушаемого города. Но моей любимицей пока что остается Лоли Эльфийко-Уголек, немножко напоминающая Луну Лавгут из Гарри Поттера. Само собой, их истории тоже тесно связаны с сюжетом, так что тасовать состав партии вы будете довольно часто. Ну и, конечно же, не забываем про романтические линии. Их здесь есть, но это спойлер-спойлер, так что играйте романсите сами. А под финал мы, пожалуй, вспомним и про стратегический режим игры. Да-да, здесь такое есть. Командовать мы будем не только спутниками, а в нашем распоряжении будет весь Пятый Крестовый Поход. И управление им это что-то среднее между королевским режимом из Кингмейкера и сражениями из Героев Меча и Магии. Вообще заметно, что замечательные разработчики из Олкета, похоже, очень тепло относится к серии Героев, так что и в Pathfinder они привнесли их частичку, пусть и с поправкой на основной жанр игры. Но ключевые элементы на месте. Город можно отстраивать, войска нанимать, цены ресурсы искать и иногда сражаться в формате стенка на стенку. Со времён Кингмейкера ребята тоже учили свой опыт, так что система управления стала ещё более дружелюбной. Ну а суммируя всё сказанное, можно уверенно сделать вывод, что Pathfinder vs Rashes уже сейчас претендует на звание лучшей ролевой игры года. Так что если хотите поддержать отечественную студию за такой грандиозный проект, то ссылочку на их стим я оставлю в описании. Конечно же, друзья, я хотел бы услышать и ваше мнение об этой игре, так что пишите свои мысли ниже под видео в комментариях. Ну а пока что мы сделаем маленькую паузу, так что всем удачи и до встречи. Увидимся ещё.